Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня главная тема всех СМИ в нашей стране это, конечно же, послание президента, в котором глава государства обозначил основные приоритеты развития страны на ближайшее будущее. Кстати, это первое послание нового руководителя страны. Хотел бы высказать свои соображения по реализации наших общих задач. Эта фраза господина Тукаева меня очень впечатлила. Действительно, все те проблемы, что он затронул в своем часовом выступлении, и все те цели, что были поставлены, они ведь общие и касаются всех казахстанцев, без исключения. Но я не буду останавливаться на всем том, что прозвучало сегодня в послании. Затрону только те темы, что я сам не раз поднимал в своих программах. Честное слово, друзья, это просто совпадение или случайность, что глава государства в своей речи говорил о тех вопросах, что звучали в моей точке зрения. Хотя нет, наверное, не случайность, ибо это наглядное подтверждение того, что я говорю о важных и насущных темах, что волнует наше общество. Итак, на чем бы я хотел остановиться из сегодняшнего послания? Самым громким заявлением, вызвавшим ажиотаж у граждан, является, конечно же, предложение президента дать возможность казахстанцам использовать часть пенсионных накоплений до выхода на заслуженный отдых. Было сказано, что эти деньги могут быть использованы для покупки жилья или получения образования. Эта новость прозвучала словно гром среди ясного неба. У моих коллег, впрочем, как и у всего населения, оно вызвало живой интерес. Все сразу стали спрашивать и интересоваться друг у друга, а сколько у тебя накоплений на пенсионке, и что бы ты сделал с этими деньгами. Потом вопрошали о механизме снятия средств ЕНПФ и гадали, не станет ли эта новость катализатором роста цен на жилье. Кстати, как все это будет работать, пока не знает никто. Даже председатель Национального банка всего лишь пожал плечами и попросил подождать до конца года. Большая часть госзакупок в прошлом году осуществлена неконкурентным способом, заявил глава государства и пригрозил закрыть эту кормушку для чиновников и разного рода прилипал. Прям так и сказал, прилипал и привел цифры. Из почти 4,5 триллионов тенге госзакупок 75% были проведены неконкурентным способом из одного источника, то есть непрозрачно. Если помните, я уже говорил об этой необъятной теме, где коррупция не только присутствует, но и цветет пышным цветом. Во всех рейтингах именно госзакупок является самой теневой, запутанной и не меняющейся по своей сути. То есть, хочешь участвовать и выиграть, будь своим, играй по правилам и плати откаты и шапки. Самой больной точкой в этой сфере является, конечно же, проблема большой доли закупок из одного источника. В целях реализации программы Нурлужол и развития транспортной инфраструктуры до 2022 года государство вложит более 1,2 триллиона в тенге инвестиций. Слова президента, который заметил, что государство и раньше выделяло огромные средства, но они в подавляющем большинстве ушли в песок, точнее в карманы чиновников. Однако чистой воды, дорог и прочей инфраструктуры так и не хватает. Все верно. Я и об этой теме уже не раз говорил и приводил примеры. Вот только в этом году на проведение водоснабжения в города и селах из бюджета страны было направлено 126,5 миллиардов тенге. Заметьте, что это только на этот год. А в прошлом году на эти цели было потрачено 100 миллиардов тенге. И воду провели всего в 3% сел, то есть всего в 122 села. И на них потратили 100 миллиардов. Получается, для приведения воды в одно село тратится около 1 миллиарда тенге. А между прочим, в Казахстане без чистой воды существует еще 3892 села. Это же сколько денег еще потратим на водоснабжение всех деревень. Просто сложно себе представить. Что еще было сказано в послании? Вот президент сказал, что за 5 лет численность получателей адресной социальной помощи, то есть АСП, выросла с 77 тысяч до более чем полутора миллионов человек. Другими словами, все больше людей предпочитают не работать, либо, что еще хуже, утаивают свои доходы для получения соцпомощи, отметил господин Токаев. Все правильно. Если помните, я буквально на той неделе говорил о шокирующей истории, произошедшей в Павлодаре. Речь о том, что за благотворительной помощью для сына один проситель приехал на черном Лексусе последней модели. И ведь не постеснялся взять у волонтеров детские портфели и школьные принадлежности, которые могли бы понадобиться по-настоящему нуждающимся людям. Понравилась речь о том, что на реформу МВД потратят 173 миллиарда тенге, правда, в течение трех лет. Эти средства пойдут на повышение заработной платы, аренду жилья, создание современных фронт-офисов. Я уже не раз говорил о том, что основной причиной коррупции в рядах полицейских является именно низкая заработная плата. Вот именно с нее и надо начинать реформу в ведомстве. Вернее, с ее резкого поднятия. К примеру, до 500 тысяч тенге. И тогда, глядишь, ряды нашего МВД будут кристально чистыми и честными. В своем 60-минутном послании президент еще много чего интересного сказал. Темы по-настоящему были насущными, волнующими наше общество. Это ужесточение борьбы с браконьерством и защита бизнеса. Это вообще бездонная тема, не раз звучавшая в моих программах. Теперь самое главное, чтобы ответы на наболевшие вопросы воплотились в жизнь и реально помогли казахстанцам. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok